Севрюга. Рыба семейства осетровых обитает в бассейнах Каспийского, Черного и Азовского морей. Встречается на глубине до 100 метров. Максимальная зарегистрированная длина 220 сантиметров, масса 80 килограмм. В прошлом ценная промысловая рыба, но с начала 2000-х годов вылов севрюги в России запрещен из-за перепромысла и резкого сокращения численности. Единичность севрюга встречается в Адриатическом море и Эгейском море. Входит в реку Марицу. С 1933 года Каспийскую севрюгу пытались вселить в Аральское море, однако натурализации не произошло. Активная миграция рыбы начинается весной. Она стремится на север и ближе к берегу, а осень возвращается в привычное место обитания. Для нереста и соленых вод рыбы ежегодно выходят в реки. В северных районах Каспия севрюга стремится подняться по Волге. Большинство нерестилищ расположено вблизи Волгограда. Некоторые группы заплывают в Урал и плывут до Уральска. Нерестилищ расположены в 350 килограмм от речного устья. С юга Каспийского моря севрюга идет в Куру. Из Азовского моря в реки Кубань и Дон. Излюбленные места нереста находятся в районе города Кропотки. Из Черного моря входит в Днепр, реже в Днестр и Южный Буг. На зимовку севрюга возвращаются в моря и речные устья. Зимует она на небольшой глубине. Рыба очень красивая, рыло удлиненное, узкое, приплюснутое, тело вытянутое. Длина рыла составляет 60% от длины головы. Нижняя губа прерывистая, устья короткие. Лишены бахромы. В прошлом средний промысловый вес волжской севрюги составлял 9 килограмм. Куринской севрюги 8 килограмм. Уральской севрюги от 5 до 10 килограмм. Кубанская севрюга 6-8 килограмм. Донская промысловая севрюга весила около 7-8 килограмм. Наибольший вес севрюги отмечен для Дуная 80 килограмм. Для Куры 70. На Дону 65 килограмм. Известны помещи севрюги со стерлядью, севрюжья стерлядь на Волге и Дунае, с шипом, севрюжий шип на реке Урал и в Курель. Как я сказал, севрюга проходная рыба, донная, питается беспозвоночными, ракообразными, червями и рыбой, бычки, сельди, кильки. В моем пруду я заметил, что севрюга ходит в толще воды, то есть она не чистый хищник, но питается рыбой, и поэтому она не только донная рыба, она ходит в толще, это ее резко отличает от осетра сибирского, от гибридов ленки, от стерляди. Когда я запускал мальков, этих видов осетров они просто лежали на дне и практически никогда не поднимались, иногда стерлядь делала свечку. Севрюга половина времени ходит в толще воды, это красиво, очень красиво движется, очень красивая рыба и интересная для декоративного рыбоводства. Я для себя отметил, что из осетровых я севрюгу буду запускать как можно чаще, именно по той причине, что она делает свечки, она выпрыгивает из воды. То ли она охотится за насекомыми, я не знаю, почему она вот прям выпрыгивает, порой как форель. Она ходит в толще, это очень красиво. Это гораздо красивее, чем, повторюсь, тот же осетр сибирский, бестер, ленка или стерлядь, которые лежат на дне и нос они кажут. Повторюсь, севрюга питается беспозвоночными, ракообразными червями и рыбой, бычки, сельди, кильки. В северном Каспии рацион молдит длиной до 10 см состоит в основе из бакоплава, при длине от 10-30 см из нектобентеса, мизиды. При длине 40 см севрюга уже начинает охотиться на рыбу. В северном Каспии основы рациона вне зависимости от возраста составят ракообразные. Как я и говорил ранее, севрюга не вестится в реках. Начало невеста в мае при температуре 15 градусов по Цельсию. Пик невеста при температуре 18-20 градусов по Цельсию. Плодовитость 60 тысяч кринок для самки 10 лет из Урала и 400 тысяч кринок самка 19 лет. Средняя плодовитость на реке Урал 200 тысяч кринок, на Волге чуть больше. Повозренность у самцов наступает в 8-10 лет, у самок в 10-15 лет. На реке Урал сохранилось естественное воспроизводство рыбы. В других реках воспроизводство основано на заводском выращивании молоди. На ситровые рыбоводные заводы имеются в низовых куры, в Волге и в Иране, в рыбе пихлини. Икра донная приклеивается к субстрату. Диаметр клинки 3 мм. В развитии продолжается от 40 до 80 часов. В невестильчах большая масса икры поедается рыбами. Личинки скатываются в море, небольшая часть молоди задерживается в реке. В Волге скатывающиеся личинки имеют длину от 30 до 80 мм. В куре от 20 до 120 мм. На заводах икра развивается в обесклеенном состоянии. Ранее среди осетровых Каспийского бассейна севрюга занимала первое место по величине добычи. Уловы составляли до 10 тысяч тонн в год. В Иране добывали от 600 до 800 тонн севрюги в год. Но это, повторюсь, только для Каспийского бассейна. У севрюги мясо отличается высокими вкусовыми качествами, не жирное, не превышает 11% жирности и крайне превышает 10% жирности. Численность севрюги ежегодно сокращается в результате загрязнения рек, параконьерства. Запас севрюги формируется за счет естественного производства и промышленного сетроводства. Объем выпуска молодей севрюги рыбозаводными заводами ниже, чем и сетра русского. Севрюгу разводят на Тимрюкском асетром рыбоводном заводе, Хилинском асетром рыбоводном заводе. С 2005 года промышел Каспийской севрюги запрещен. С 2005 года вылов азовских астровых запрещен. Международный союз охраны природы по своему виду охранный статус. Вид на грани исчезновения. Поэтому, друзья, покупаем севрюгу, запускаем наши пруды, выращиваем как можно больше, чтобы вид сохранить. Тем более, рыба очень красивая. Это одна из самых красивых асетровых рыб. Очень красиво двигается. Повторюсь, что толще воды очень часто выпрыгивает из воды. Очень интересная, очень красивая рыба. Всем рекомендую. И очень вкусная. В эту зиму я попробовал севрюгу. Я приготовил несколько раз ее. Я приготовил шаверму из севрюги. Моим детям мне очень понравился осетр. Мы, честно говоря, только в этом году его попробовали. До этого мы никогда не покупали, его не ели. И мне пришлось схитрить. Я приготовил шаверму. А вот шаверма детям понравилась. Они даже не заметили, что это была шаверма из рыбы. Поэтому рекомендую всем осетровую шаверму. Посмотрите, как красиво севрюга плавает в моем пруду. 90 особей. Я уже 20 особей переселил к своим заказчикам. Сейчас 70 штук плавает. Чувствует себя севрюга прекрасно. Я посадил севрюгу в маленький пруд. Но интересный такой факт. 10 севрюг, которые я посадил, сразу в маленький пруд при пересадке. Они чувствовали себя прекрасно. Видимо, они до этого жили в маленьком садке. Они хорошо восприняли небольшой пруд. Когда же я посадил севрюгу из своего большого пруда в маленький, они уже привыкли к большому объему пруда. Когда я пересадил, они начали тыкаться, искать выход. И просто застревали между камнями. В итоге я 2 или 3 особи потерял. Остальные 3 штуки я пересадил. Они себя немного поранили, но они восстановились живы. Но вот такой нюанс. Я выложил маленький пруд крупными камнями. И в нем щели. Я потерял в этом пруду и часть белужат. Белуга застревала между камнями. Заплывала в щель. Не могла выйти из-за своего покрова. Из-за жучек. И я потерял 3 севрюги. Вот поэтому я сейчас севрюгу не пересаживаю в маленький пруд. Она у меня плавает только в большом. В маленький пруд я буду уже, видимо, сажать только карпов кои. Может быть, еще какую-то рыбу на передержку. И в следующем году, наверное, карпов кои. И еще один момент у меня повадился кот ходить. Кто-то из подписчиков мне писал, что, ну, кот соседский скажет вам спасибо. Так оно и случилось. Ночью приходил кот. Случайно его заметили. И вылавливал по нескольку мальков. А белуга тоже плавает в толще воды. Тоже поднимается наверх. И, ну, вытаскивал их по чуть-чуть. Я потерял несколько десяток белуг. Я уже в концовке, когда опомнился, еще неделю подержал. Я в итоге около 10 штук только пересадил в большую пруд. И 12 я пересадил к заказчику. Но от остальных белужат я потерял. Вот такие нюансы. И пока я не заведу собаку, я, наверное, и маленьких карпов кои, дорогих, закупать не буду. Потому что в итоге кот у меня их съест соседский. Если кто-то знает, как с этим бороться без наличия собаки, напишите. Я попробую, может быть, это применить. За всем, друзья, прощаюсь. Строим будет правильно. И это рецепт, друзья. Желаю всем добра.